Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал текст вашего вопроса, и не только. Я ознакомился ещё и с вашими предыдущими вопросами, которые вы тоже задавали, для того, чтобы получить несколько лучшее представление о том, что с вами происходит. И знаете, мне кажется, что проблема с молодым человеком, вашим, это лишь только вершина айсберга. На самом деле проблема, она совсем другая. На мой взгляд, проблема в том, как вы себя ставите, на самом деле проблема в том, как вы к себе относитесь, на самом деле проблема в том, как вы себя позиционируете, вот. И на самом деле проблема заключается в том, что вы, вероятно, не совсем сами знаете, чего вы хотите. То есть у вас достаточно много ожиданий есть, ну, к примеру, да, вот, к примеру, ваших ожиданий, вот. Но при этом, вы за эти ожидания, как бы, вероятно, не совсем готовы нести ответственность. Вот. Как это, по крайней мере, видится мне. Вот. Плюс, плюс. Имеет место быть некая такая родительская позиция, что почему все мужики такие ленивые пошли и так далее. Да. Да. Вот. Вот это, к сожалению, ничто иного, как родительская позиция. Вот. В целом здесь, конечно, нужно исследовать более подробно, потому что у вас неуспех проявляется и на работе, да, вот. И молодой человек это уже не первый, кто от вас уходит, к сожалению. Вот. Так что, на мой взгляд, тут нужно более подробно исследовать то, что для вас происходит. Возможно, имеет место быть негативный жизненный сценарий, вот, которому вы следуете вообще, ну просто по жизни. Вот. Вот. Что, конечно же, очень сильно осложняет вашу собственную жизнь и ее успешность. Вот. Вот. Итак, ленивый парень толком не работает, только ноет как устал, хотя в начале отношений обещал золотые горы. А, смотрите, по какой-то причине вы поверили именно обещаниям мужчины, вот, золотых гор, а не его поступком. Это первое. Второе. По какой-то причине вы работаете на работе, которая явно для вас тяжела. Несмотря на то, что вы ее любите, работу я имею ввиду, несмотря на то, что вам она нравится, работа я имею ввиду, все равно вам слишком тяжело, видимо. И вы чувствуете себя жертвой. Сейчас. Вы пишите, я аж закупаю от возмущения. Вот возмущение это и есть, по сути, родительская черта. То есть возмущение суть того, что вы ожидаете, ну, ожидаете и считаете, что вам мужчина должен что-то. Вы считаете, что он обязан, что он должен выполнить свои обещания, к примеру. Именно должен, хотя вы забываете о том, что отношения это добровольная история. И позиция, поведение в отношениях это добровольная история. Вот. Вы пишите, я работаю много, работа нервная, но я люблю. Работаю около 14 часов. А мой МЧ работает 34 часа в день и каждый раз, но это как устает. Почему вы, Юлия, сравниваете себя с ним? По какой причине вы сравниваете себя с ним? Разве работать столько, сколько вы работаете? Не ваш выбор. Ну, объективно. Разве работать там, где вы работаете сейчас, не ваше решение? Тем более, вы говорите, что работа вам нравится, тем более, вы говорите, что работа вас устраивает. Так по какой же причине вы сравниваете себя тогда, получается, с мужчиной? У каждого свой путь, свой выбор. Как вас задевает то, что он жалуется? Или что именно задевает вас в том, что он жалуется? Вот серьезно. Что именно и что конкретно вас задевает в этом? Какие чувства это вызывает у вас? То, что он жалуется. Дальше. Хотя вот она сидит, работа в офисе. Спросила, будет ли он переводиться на норму рабочий день? Он сказал, нет, не хочу, хочу отдыхать. Это нормально? Ну, да, для него это нормально. В начале отношений я обещал быть суперпрограммистом, с нормой ЗП. Я сразу сказал, что ищу целеустремленного мужчину, чтобы не лентяй. А теперь он хочет отдыхать и получать пять тысяч рублей. Собираюсь расстаться, так лентяй не нужно. Хотелось тут спросить, почему так произошло? Зачем надо было обещать? Чтобы быть с вами, чтобы быть с вами, мужчина мог, к примеру, использовать вас для своих целей. Вот. Зачем надо было обещать? Я так ответил. Почему так произошло? Так произошло, потому что вы поверили мужчине на слова, но вы поверили слова мужчины. А нужно было верить его поступкам и действиям. Если вы ищете целеустремленного мужчину, не лентяя, то лучше смотреть на результат того, что он делает, а не обещанием верить. Потому что, как вы уже поняли, обещания имеют свой свой выполнять. Вот. Ну, по ряду причин, на самом деле. То есть, история тут, она не однозначна. Вот. Но еще это произошло, потому что вы очень активны. Вы очень активны. То есть, вы из своей родительской позиции, которая у вас есть, вполне возможно, человека просто задавили. Вот. Просто задавили мужчину. В своей активности он чувствовал и чувствует, что вы доминируете, и это блокирует его активность. Поэтому, тут, как бы, вам я бы тоже рекомендовал, если вы хотите целеустремленного человека, да, то я рекомендовал бы вам все-таки более пассивно себя вести и таким образом мотивировать мужчину на то, чтобы он что-то сделал. Вот. Вот. Потому что без мотивации, да, а только через требования, к примеру, добьетесь вы мало чего. Вот. Понимаете? Ну, это опять же, это зависит от целеполагания вашего. То есть, если вы хотите именно целеустремленного мужчину, да, то вопрос, а зачем вам вообще целеустремленный мужчина? Вот. Можно ли так, к примеру, построить гармоничные отношения, если вы ждете от человека чего-то конкретного? Это больше похоже на отношения по расчету. Я не был, чтобы против этого. Просто хотел бы, чтобы вы отдавали себе в этом отсчет. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что выбираетесь, понимали, к чему идете, к чему стремитесь. Вот. Возможно, вы живете в иллюзии, что если у вас будет целеустремленный и не ленивый мужчина, то вам будет хорошо и вы будете счастливы. Нет. Потому что, если нет духовной связи, то гармонии испытывать вы не будете. И материальное обеспечение вас не спасет, к сожалению. Вот. Поэтому еще раз пересмотрите вопрос цены. Именно цены. Вопрос цены пересмотрите. Это очень важная история. Далее. Вы пишите, почему МЧ пошли такие ленивые? Это, к сожалению, чистый вопрос родителя. То есть, это родительская позиция. Родительская позиция, как правило, ведет к деструкции. Потому что, это уже не вы, а это уже ваши родительские предписания, например. То мужчина должен быть там обязательно таким-то, таким-то, таким-то. Вот. Этим вы себя ограничиваете. Этим вы ограничиваете свои возможности для, с одной стороны, построения спонтанных отношений. Спонтанных, хороших отношений. С другой стороны, вы наступаете на горло духовности. Вот. Так что, пересмотрите этот момент. Ибо в купе с вашими неудачами в других сферах жизни. Ну, вот, например, да. То-то вы работаете тяжело, или то-то на вас начальник, там, как вы писали, голос повышает. Вот. В купе за всем этим, это говорит о вашей личностной дезорганизованности и внутренних противоречиях. Которые вам можно помочь разрешить, безусловно. Для этого должно быть ваше желание разобраться с этим. Вот. Понимаете? Итак, еще раз. Основная мысль, которую я хотел донести, это то, что вы, по отношению к мужчине, ведете себя как родитель. и на мой взгляд вы ведете себя как родитель по отношению ко всем мужчинам сейчас когда задаете такой вопрос почему все пошли такие ленивые на этом все я надеюсь что помог вам а если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь в первую очередь нужно разобраться в тем чего чего и для чего то есть что и для чего вы хотите вот первую очередь разобраться нужно именно именно с этим что вам нужно нет у меня ощущения что мужчину вы любите именно у вас любовь к нему да человек может быть сел вам на шею это как бы с этим сомнений нет но почему обязательно сразу расставаться предложите ему например просто раздельный бюджет или предложите ему не даже не предложите а скажите ему что вы не будете там к примеру для него ничего делать да и скажите что он там отныне например будет обеспечивать себя сам это будет справедливо и это доказать что вы даете ему шанс вот но не так что вот он ленивый все мне нужен целеустремленный мужчина и поэтому я расстаюсь это потребительская позиция к человеку мужчине в частности если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим а я желаю вам всего самого доброго и успеха удачу